Это настолько очевидно издевательство над этим народом, и все это из-за Майя Санду. Потому что если бы Майя Санду была бы умным правителем, вместе с этим... Гроссом. Как будет Клоповук порой? Клопову будет, кстати, Гроссом, которому я лично носил формы и методы борьбы с этой мафией. Я, вы знаете, наверное, собрал где-то человек 30 специалистов, полковника и выше, разработали методику, как навести порядок вестиции, и отдали этому Гроссу. Как он тебе ничего не сказал, так он и мне не ответил. До сих пор. А это уже года четыре прошло. Поэтому я... Речь не только о Майе Санду. Если Майя Санду окружил себя такими кретинами в области государственного управления, я подчеркиваю, потому что он для себя, наверное, не кретин. То какая у него может быть отдача? Я в тех предложениях, которые я заносил Гроссу лично, и у меня есть свидетели, и свидетели не простые, а депутаты нашего парламента. Это я предусмотрел, что мне надо запастись свидетелем. Там же написано и указано, как быстро за несколько дней практически решать этот вопрос к генеральному прокурору. Плохотнюк 10 тысяч раз умнее их. Как только Плохотнюк пришел к власти, значит, что он сделал. Он отменил соответствующие положения из закона о прокуратуре и соответствующую норму. Я забыл сейчас номер этой статьи, которая устанавливает порядок избрания назначения прокурора. Какой совет прокурора, ты должен спрашивать? Бэй, вайди капу тел. Какой высший совет прокурора, если этот высший совет прокурора укомплектован исключительно из друзей, из кумовей, из дистипл, как учеников твоих и так далее. Он никогда объективно не скажет. Да, Анатолий Харькович. Поэтому ты опять прерываешь специалиста в наиболее важнейшем месте. Потому что ни ты не поймешь, ни те, кто слушает нас, не поймут, о чем я хотел сказать. Ты прервал меня в неудачный момент. Так я продолжаю. Плохотнюк пришел. И был там какой порядок? Говорю, что он сделал? Он отменил соответствующую статью из Уголовного и Профессионального Кодекса и установил следующий порядок. Прокурор республики избирается парламентом. Там назначается президентом по рекомендации комиссии парламента. Га, точка. Никакие там консилюс-периорды, а прокуроры... Спроси их мнение. Ну, их мнение не должно быть решающим. Эй, кретине, лурбэй. Не решающие мнения совета прокурора в стране, которые управляются олигархами, в захваченном государстве. Ты доверяешь решению важнейшего вопроса в этой стране тем, которые как раз причастны к этому абордаку. Вот суть. Верни это дело, Майя. Верни этот порядок и сама назначай прокурора. А в качестве этих фильтров, экспертов, которые тебе скажут, кто что есть, используй те же. Службы безопасности, МВД, другие разведки, местные разведки, другие разведки, если в такой дружбе с госдепом США и так далее. Пожалуйста, но ты решай, зачем тебе эти идиотские приветники, эти дебильные приветники, когда ты привлекаешь иностранцев, зачем ты оскорбляешь этот народ? Вот. Неужели ты так и понял, что у нас десятки, сотни толковых людей, которые достойно могли, ну может быть не сотни на высшие должности, но десятки найдутся, которые достойны занять те или иные должности в прокуратуре, в Верховном суде, в Конституционном суде и тому подобное. Больше того, существовало положение, которое, кстати, не было до сих пор применено против Лупу, который сокрыл преступление в подуре Домнязской. По действовавшему тому тогда закону, парламент должен был собраться, определить одного, двух, трех прокурора, сколько он сочтет нужным, и поручить им расследование действий действующего тогда генерального прокурора. Подозрение в убийстве попало на него. Что вам мешает восстановить этот порядок? И решать вопрос со Стойногу, раз он совершил то или иное преступление, самим, эй, кретинный, понимаешь, два кретина наверху превратили в кретину в целые, ну если не сто один депутат, сколько они набирают фасовцы? 60 пасовцев. Вот что на самом деле. А это решается очень просто. Между этого поручили какому-то несчастью другому, Литвиненко, который без понятия, который выгнал Воронин, которого критиковала и венецианская комиссия, они продолжали его держать годами в юстиции и не только. Ты понимаешь, что происходит? И за Майя Санду, и за Игоря Гросса, и за всех этих безмозглых пасовцев, которые за ними пошли. Спасибо. И извините, я больше не могу.